Невский проспект, самый центр Петербурга. Мешеходная зона и автобусная остановка казалось бы совершенно безопасный участок, но недавнее событие показало, что нет. 24 февраля в половину первого ночи эта камера видеонаблюдения зафиксировала происшествие, которое шокировало всю Россию. Вот мы с молодым человеком проходим и буквально через 5 секунд происходит ДТП. От этих кадров мурашки по коже и у меня и у Юлии Власовой, которая стала свидетелем той чудовищной аварии. Дорогая иномарка именно на этом месте на полном ходу сбила пятерых. Двое погибли, трое оказались в больнице. Мы шли вперед в сторону Литейного проспекта и я боковым зрением заметила, что на меня начинает лететь грязь со стороны проезжей части. По реакции окружающих, обернувшись сама, поняла, что произошло столько страшное. За рулем БМВ находился 29-летний Мурат Касымов. Еще до суда признался, был в наркотическом опьянении и потерял сознание. Но вопросов сейчас больше не к нему, а к законам, которые могли предотвратить страшную трагедию. Авария вскрыла сразу несколько правовых изъянов. Все, хорошо справился с этой задачей, повернул. Вопрос о том, почему его до этого не задержали. А до этого он не давал понимания, что он нарушитель. Выехал с Думской, повернул на Ломоносова. С автомобильным экспертом Дмитрием Поповым мы разбираем весь маршрут движения той самой иномарки. Видео на днях появилось в интернете. Действия водителя вполне адекватны до определенного момента. На светофоре Касымов вздыхает веселящий газ. С момента, когда он глотнул газа, этот человек потерял себя там. Дальше все, он не с нами. Идет сумасшедшее превышение скорости, трехкратное. То есть, допустим, для города это порядка 150-160 км в час, судя по картинке, которая есть. И дальше он уходит с дороги. Вот картина такая, как будто бы он заснул. Или он видит что-то другое. То есть не то, что видим мы. Подышать шариком, глотнуть Н2О, закись азота или воздух ибицы. Популярное развлечение среди молодежи последние 10 лет. Эффект наркотического опьянения, кратковременное чувство эйфории, помутнение сознания и галлюцинации. И это не запрещено в России. Более того, продавцы уверяют, это самый безопасный кайф. Можно за рулем и в прикуску с алкоголем. О негативных последствиях ни слова. А ведь это кислородное голодание, сердечный приступ и даже летальный исход. В нашей стране статистики не ведется. Но есть данные из США и Великобритании, где газ ежегодно уносит по 20 жизней и давно запрещен к распространению в развлекательных целях. Еще несколько лет назад на Думску вышли за алкоголем. Теперь же этот район называют не иначе, как улица веселящего газа, которые здесь продают везде. Из багажников, автомобилей, при входе в заведения и даже из-за барных стоят. Правда, из-за аварии шарики с Думской сдуло. Так же, как и из интернета. За пару дней работу прекратили сотни сайтов. Изменили номера, поменяли адреса на другой город и отключили телефоны. Чтобы купить баллон с воздухом Ибицы без связи в определенных кругах, мне пришлось сделать несколько десятков звонков и написать столько же сообщений. Но я его нашел. Глухой двор, несколько камер и ожидания. 3 700 рублей и черный пакет у меня. Все почти легально. Привлечь продавца можно только за незаконное предпринимательство. В таком виде и доставляется так называемый веселящий газ. Старый баллон. Видно, что перезаправлялся и не раз. В комплекте еще несколько шариков, по заверению продавца, закиси азота хватит примерно на 50 доз. С помощью нарколога пытаемся понять, что находится внутри. Технический азот для автомобилей или пищевой, который используют в кулинарии и медицине. Однако, по мнению врача, это не важно. И то, и другое представляет смертельную опасность. Тем более, что в крови виновника аварии экспертиза обнаружила следы кокаина. Такой коктейль выдержит не каждый организм. По сути, это острый психоз. По большому счету, когда человек не ведает, что делает. И, соответственно, это опять же все индивидуально. Кто-то может потерять сознание, кто-то может смеяться, кто-то может, наоборот, так сказать, впасть в злобное, такое агрессивное состояние. Это все может быть. Еще один факт, который вызывает много вопросов. Как Мурат Касымов вообще оказался за рулем? За управление в нетрезвом виде он был лишен водительского удостоверения еще в ноябре прошлого года. Всего же на него было составлено 55 протоколов. Задолженность по штрафам 30 тысяч рублей. Разъяснение дает юрист Владислав Мечеряков. Отсутствие серьезного наказания за такое – давний пробел в законодательстве. Смотрите, Андрей, еду я сейчас в наркотиках, в чем угодно, в алкогольном опьянении, по встречке. Меня лишают прав завтра. Я послезавтра сажусь за руль и так же катаюсь. Я ничем не рискую. Максимум, что мне светит, если меня остановят, что тоже не факт. Там не каждый день людей останавливают. 30 тысяч рублей – это максимальный штраф будет. Либо административный арест 10-15 суток. Более того, по мнению многих экспертов, на права Касымов с таким багажом нарушений, скорее всего, не сдавал, а купил их в подворотне. Так же, как и тот шарик на Думской с веселящим газом. После чего лишил жизни и двух человек. А грозит ему по российским законам всего до 9 лет лишения свободы. И далеко не факт, что он их получит и отсидит. И еще трагедия на Невском проспекте должна привлечь внимание к многочисленным проблемам на дорогах, где помимо неадекватных водителей присутствует безнаказанность, взятки, хамство и агрессия. Андрей Федоров. Пульс города.